привет ребята лазурный снова на связи ну что вода чистая ну не смотрите на какое-то количество мусора это нормально яхта это у вода сегодня конечно не такая теплая но это дело привычки яхта это сменила свою дистокацию сейчас она стоит ближе к гольжон ну что посмотрим на морские пучины поехали вода не слишком уж холодная но если долго в ней находиться то чувствуется долго потом нужно быть на суше чтобы нагреться так поднимаюсь вот на этот объект посмотрим что это такое интересно что здесь было раньше зачем это что-то построили прикольно какой домик можно сказать мой моя вилла на лазурном берегу прикольно прикольное строение а познакомился я с местным товарищем который занимается подводной охотой значит ну вы наверное все знаете что подводная охота включает в себя ласты из оборудования ласты маска трубка комбинезон и арбалет ну или там у кого что я так понял что на территории снг очень популярные пневматы здесь 95 процентов это обычной резинки то есть обычный арбалет разные длины и разные конфигурации значит какие какие основные правила если ты заходишь в воду тебя должен быть буй и флажок обязательно там такого красного цвета далее у тебя обязательно должна быть страховка вроде бы называется респонсабилите севиль или как то так то есть в принципе если есть у вас во франции обычная ну как бы обычная страховка митюэль да то по идее по умолчанию туда как бы включено условия что если не дай бог что случится в воде то она она будет покрывать те затраты которые нужны будут вот так то есть вот такие вот как бы два два аспекта это буй и страховка все это основные дальше уже там есть много всяких нюансов по поводу рыбы насчет практически на каждую рыбу на каждый вид тип рыбы есть определенные правила какую рыбу берем какую рыбу не берем ну это как бы по размеру также есть сезоны на перна осьминогов охотиться в определенные сезоны если вдруг не дай бог вас поймают с осьминогом вне сезона то штраф а штрафы здесь на 1 если у вас нет страховки то штрафы 2 2 800 евро самое интересное какая рыба здесь водится здесь есть барракуда знаете такая длинная типа что-то щуки нашей также есть мурена такая знаете типа короче гадюка тоже охотник в основном она прячется всякие в норы до в пещеры и ее голова торчит дальше из охотников что еще есть сушки вот и не вспомню что из охотников ну а дальше уж пошли бах есть такая рыба дальше дорада разных типов дорады уже такая красненькая рыбка очень вкусная без без костей дорогая дальше есть сах лимон есть такая рыба и короче рыбы здесь много много рыбы но опять же не вся рыба съедобная есть есть такие виды рыб которых не берут на которые не охотятся и и постепенно вникаю в эту тему разбираюсь знакомлюсь покупаю оборудование и в будущем будете наблюдать за прекрасными картинами здесь это только так знаете это начало самое интересное находится вон туда дальше там где нету людей там нет пляжа там сплошные дикие места туда нужно плыть полностью экипированным все ребята пока вопросы и комменты и какие-то пожелания пишите внизу увидимся с вами пока